Ведь Путин был как бы ниоткуда, но понадобились мощные преступления, взрывы в Буйнакске, в Волгодонске, в Москве. После Рязанской конфузии, то всем, кто хотел бы додуматься, понятно, что это КГБ взрывает, они же попались в Рязани, взрывают своих, а все его случаи эти с подводной лодкой Курска наутонуло, с этим Норд-Достом, с этим Бесланом, когда погибли сотни детей. То есть люди расходный материал, КГБ за него, люди это кандидаты в лагерную пыль, и люди не хотят, рабы не хотят думать, и более того, их элита, которая должна может думать за тех, кто думать не способен, у кого атрофировалось мышление, способность анализировать то, что происходит у тебя в стране, то элита, вы помните, это скандальное письмо «Крым наш», подписанное более чем 500, 500 деятелей российской культуры, искусства, и я не знаю, потом это открытый доступ, призывали еще и еще поступать, подписывать, но было уже более 500 таких подписей. А это же элита, это же элита, и она настроена шовинистически, кто-то понимал, но не подписать, даже не выступить против, а не подписать, проявить нелояльность существующей власти. И дрожали, дрожали кто-то за свои коллективы, как это принято говорить их адвокатам, если они руководители, кто-то за свою конкретную персональную зарплату, вот, и за свое безбедное существование. Им так комфортно поддерживать власть, комфортно, потому что большинство, и не только россиян, но большинство россиян, они люди, которые поддерживают, конформисты, короче говоря, поддерживают власть механически, автоматически, не думая. Наша власть, наша власть, ну и что, что такая плохая, а зато она наша. Павел Михайлович, а как вы такой парадокс объясните, что люди из Советского Союза, которые стали иммигрантами, вот недавний случай, женщина живет в Швеции, говорит, я тут 30 лет живу, и она набрасывается на украинскую беженку, она там срывает эти желто-голубые ленточки и говорит совершенно чудовищные гадкие вещи в адрес украинки. Живя в Швеции 30 лет, оставаясь при этом советским человеком, видя все преимущества западного образа жизни, продолжать ненавидеть фактически западную цивилизацию и восхищаться, поклоняться вот этому российскому шовинизму и быть его частью. Как это объяснить? А это вот та матрица, которая заложена. Ну что я в Швеции? Ну и что? Ей бы, конечно, можно бы посоветовать, как люди в таких случаях делают. Почему же вы уехали на Запад, а не, скажем, в Братскую и Северную Корею? Вот. То я видел этот сюжет, Таня, видел эту шведку. Ну у меня по отношению к ней, это грубо, но я прошу прощения у зрителей, быдло. Вот это для меня эталон быдла, эта женщина. Но самое печальное, что это явление типичное. В Германии многое, многие из так называемой российской диаспоры, а таких тоже было много, началось это во времена Горбачева еще, когда железный занавес приоткрылся и можно было без всяких мытар способов эмигрировать. В Германии большая российская диаспора, значительная ее часть, не скажу большинство, у меня нет таких данных, но общаясь кое с кем, значительное большинство, она считает, что путинская политика правильная политика. В общем, до 24 февраля, но даже после 2014 года. И то же самое в Соединенных Штатах, в Бруклине, очень много уехавших. И там очень большая диаспора. Там есть районы, где, в общем-то, на магазинах, на большинстве надписи на русском языке, есть множество людей, которые, живя вот в таком анклаве, по сути дела, даже не пытаются английский язык выучить. И они остались в душе совками, и в данном случае патриотами России, патриотами империи. Субтитры создавал DimaTorzok